В Подмосковье на тропу войны вышли пенсионеры. Бабушки и дедушки горой встали на защиту зелёных насаждений от детей. Им не просто запрещают ходить по газонам. Любое появление рядом с клумбой ближе, чем на три метра, может оказаться опасным для здоровья. В дворовые баталии оказалась втянут и наш корреспондент Виталий Ханин. Подобные скандалы в этом дворе не редкость, хотя до драк пока не доходило. Местная общественность разделилась на два лагеря. Одни устроили под окнами пятиэтажик-полисадник и теперь охраняют зелёную крепость. Другие защищают своих детей, ведь садоводолюбители могут и матом обругать, и даже ударить ребёнка. Больше всех в этой битве за цветочки страдают дети. Взрослые на собственном примере показали, что в споре рождается не истина, а только синяки. Да и лексиконы малышей теперь могут позавидовать даже грузчики. Какого вы тут ходите? Посылает нас на три буквы. Извините за выражение. И вот всё это вот такое. Не, ну естественно, мы можем её в ответ обматюкать, но мы не поддозаточены. Причём проблемы из-за растений и детей возникают во всём районе. Например, в этом дворе, где кроме сырников и нескольких веток конопли, только мусор, тоже есть своя защитница. Женщина несколько лет подряд добивалась возможности благоустроить площадку, но всё, что она сделала, взяла пятачок под свою охрану. Понять, что это клумба, практически невозможно. Всё, что здесь посажено, это вот такие сухие уже мёртвые кусты и вот небольшое зелёное дерево. Тем не менее, женщина, которая пообещала устроить здесь райский уголок, готова уничтожить любого, кто приблизится хотя бы на метр к её саженцам. Судя по всему, на этом война дворов не закончится. Садоводы так и будут выставлять часовых, и родители продолжат делать набеги на защитников зелёных крепостей. Кто победит в противостоянии, предсказать невозможно. Вот только вырасти вместе дети и цветы в этом районе точно уже не смогут. Вот этот ребёнок цветок сорвал. Вот да. Вот этот ребёнок цветок сорвал. По весне, по весне. Давайте расстреляем ребёнка. Виталий Ханин, Сергей Емельянов и Станислав Зверев. Экстренный вызов.